физкульт привет друзья и ученики я уже делал видео о том как тренироваться в рамадан а сейчас по вашим многочисленным просьбам мы с вами обсудим как питаться и тренироваться во время поста на самом деле если сравнивать с тем же рамаданом христианам гораздо легче и проще потому что они могут нормально продолжать питаться единственное будет нехватка белка ограниченное количество времени но слава богу что организм у нас умеет из одного нутриента получать другой по крайней мере с помощью тренировок о которых мы поговорим чуть позже вы сможете сохранить ту мышечную массу ту работоспособность тренированность которую вы наработали натренировали за предыдущий период предшествующий этому самому посту как вы поняли мы начнем говорить с питания очень важно в этот момент понимать какие углеводы вы потребляете питаться как можно чище я рекомендую убрать фрукты и любые другие быстрые углеводы из своего рациона на этот период и естественно очень внимательно относиться к жирам которые вы потребляете на самом деле уровень потребления жиров тоже необходимо понизить многие могут подумать что нужно повысить уровень потребляемых углеводов на самом деле это тоже не верно нужно следить повторяюсь в очередной раз затем какие углеводы вы потребляете желательно чтобы это были как можно более комплексные углеводы больше потребляйте клетчатки в этот период и естественно нужно потреблять как можно больше тех продуктов которые содержат какой-либо набор аминокислот другими словами белков что на первом месте какой продукт на первом месте по этому содержанию как вы думаете это конечно же экзотический для большинства россиян украинцев авокадо но авокадо по своему составу аминокислотному приближен к аминокислотному составу мяса именно поэтому его так настоятельно рекомендуют обязуют все диетологи людям которые отказались от мясных продуктов об этом нужно тоже помнить поэтому друзья чем больше авокадо будет в вашем рационе тем лучше мне очень нравится делать такой простой салат конечно жена делает помидоры свежий лук немножко огурцов я конечно добавляю еще вареное яйцо но понятное дело что вам нельзя и авокадо кубиками нарезанный получается очень вкусно немножечко немножечко масла и довольно таки питательным не будем забывать что авокадо это еще прекрасный источник очень хороших полезных жиров ну и естественно гречка будет полезна будут полезны бобовые горох фасоль чечевица если кто-то ее любит вы грамотные люди вы сами разберетесь как в этот период перенаправить свое питание так чтобы снизить потери от того что вы не будете потреблять мясные продукты рыбу яйца слава богу я далек от этого постоянно стараюсь придерживаться не всегда получается здорового питания так что друзья вот так не забывайте о потреблении чистой воды естественно я надеюсь вы никогда не употребляете кока-колу другую дрянь и не вздумайте пить свежевыжатые или обычные соки в этот период это тоже источник очень быстрых углеводов что не есть хорошо в принципе никогда и особенно в данный период нам нужно с помощью медленных углеводов держать инсулин под контролем получать необходимый колораж и организм за этот период сам будет регулировать себя что касается тренинга чтобы сохранить мышцы что нужно делать нужно заставить организм нуждаться в этих самых мышцах а что для этого лучше всего подойдет как не силовой тренинг силовой тренинг именно направленный на силу а не силовой тренинг направленный на гипертрофию то есть это количество повторений от трех до пяти не меньше трех можно иногда 6 но лучше ограничиваться пятью это та нагрузка которая включает в работу наши мышцы и организм не будет избавляться от мышц в первую очередь при нехватке белка или при нехватке не дай бог калорий как это происходит с теми кто голодает или садится на классическое кардио а будет пытаться сохранять эти мышцы потому что будет нуждаться в них потому что будет происходить силовая работа лучше всего сочетать эту работу как вы знаете с тренингом на окислительные мышечные волокна когда вы будете 30 секунд работать 30 секунд отдыхать можно это делать в рамках одной тренировки к примеру поработать на силу сделав 35 подходиков по 35 повторений с перерывами отдыха именно столько сколько вам нужно на восстановление лучше всего ориентироваться на свое дыхание когда вы почувствовали что дыхание восстановилась это говорит о том что и вы уже готовы к очередному подходу не стоит торопиться вообще не забывайте как говорил еще великий дориан ядс водибилдинг это не ракетные технологии это не аэробика нам нужно показать максимальную мощность поэтому нужно отдыхать ни много ни мало а ровно столько сколько вам нужно для того чтобы восстановиться между одним и другим рабочим подходом разминка это другое дело надеюсь что вы все знаете как правильно и грамотно разминаться чтобы не переутомить себя не переутомить организм и чтобы ваша разминка не превратилась в работу как это происходит 90 процентов занимающихся друзья настоятельно рекомендую не паниковать особенно тех людей которые склонны к этому не впадать в пессимизм ничего страшного не произойдет если вы будете на позитиве а вы должны быть на позитиве все-таки для вас это не просто пост для христиан это праздник и нужно сохранять ясность ума нужно сохранять трезвость рассудка и нужно быть счастливым человеком будете в негативе неважно кушаете вы мясо не кушаете вы всегда будете в негативе и негатив будет окружать вас нам это не нужно и не такой пример мы хотим с вами подавать другим людям нужно нести в себе очень мощный заряд позитивной энергии тогда и все что окружает вас будет иметь смысл будет окрашиваться в яркие цвета и подумайте о тех людях которые живут рядом с вами если вы крайне негативно настроенный человек насколько тяжело таким людям находиться с вами не то что жить особенно если вы любите этих людей задумаетесь в первую очередь о них так что друзья вот таким образом строя свой тренинг либо одна неделя силовая либо а другая неделя окислительные мышечные волокна либо в рамках если вы уже достаточно тренированный человек одной тренировки можете делать такое сначала проделывать силовую работу затем проделать работу на окислительные мышечные волокна вы увидите удивитесь и убедитесь сами что при соблюдении всех этих правил вы будете не только терять там или в худшей форме многие из вас даже улучшит свое состояние не забываем о спортивном питании которое как раз таки вот в такие периоды нашей жизни выходит на первый план именно как добавки к основному рациону питания так как у нас не будет хватать белка основная задача ваша есть потреблять как можно больше бциашек желательно в чистом виде желательно без красителей без вкусовых добавок вы представить себе не можете насколько важна эта добавка настолько важна что когда медицина осознала это и стала использовать и сейчас используется и для меня это самая большая научная база доказательства в лечении анорексии после того как стали использовать быца больные люди анорексии резко перестали умирать то есть смертность снизилась на довольно таки серьезный процент больше людей получили возможность выжить выкарабкаться из этих страшных сетей по той простой причине что быца это три аминокислоты из которых преимущественно и состоят наши мышечные волокна и когда вы потребляете достаточное количество быца шик вы с гарантией грубо говоря оберегаете свои мышцы от катаболизма от разрушения мои рекомендации в такие дни потреблять 50 грамм быца в сутки можно это делать с каждым приемом пищи обязательно во время до и после тренинга 50 грамм быца это 10 порций 10 чайных ложечек в одной чайной ложечки примерно 5 грамм поэтому друзья вы очень можете легко и просто рассчитать бы сашки и в принципе не забывайте о том что сейчас наука и наука спортивного питания шагнула очень далеко намного далеко и выпускает продукты вообще в принципе для вегетарианцев есть фирмы не знаю как у вас у нас в штатах есть фирмы которые специализируются на вегетарианцах и выпускают протеины любые добавки чисто вегетарианские поэтому вегетарианцы и даже веганы спокойно могут здесь покупать и потреблять любые продукты тем самым будучи уверенными что защищают себя от нехватки той или иной аминокислоты в общем друзья все дело в первую очередь естественно в грамотном подходе восстановление в питании ну и конечно же в тренировках не переживайте воспринимайте все в радость походите ко всему через призму логики здравого смысла позитива настраивайте своих близких на этом и вам не придется бросать тренировки не дай бог и вы не испытаете никакого чувства отката при соблюдении поста надеюсь вам помогло данное видео ставьте палец вверх если это так пишите в комментариях если не понравилось смело ставьте дизлайк единственная просьба напишите что не понравилось чем вы возможно не согласны как вы считаете должно быть на самом деле а лучше всего если вы запишите об этом ролик пришлете во мне я выложу на канале вы знаете мой канал интерактивный очень много было прислано видеороликов от учеников но еще больше от тех людей которые просто слушают мои советы придерживаются моих рекомендаций и получают полезные бонусы особенно приятно что мой подход к лечению и сохранению спины здоровой у тех даже у кого уже есть грыжи и протрузии люди не только возвращаются как и я нормальной жизни без боли но и снова приседают и делают становые тяги а другие хейтеры и тролли продолжают слушать докторов ходить к мануальным терапевтам чего я крайне настоятельно не рекомендую даже запрещаю делать ну что друзья подъехал я к залу увидимся как всегда тренажерном зале лучшая благодарность для меня это если вы поделитесь данным роликом или любым роликом также моими статьями в своих соцсетях всем пока увидимся следующий раз спасибо что смотрели вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от пяти процентов рич пиано чего здесь только нет и защита суставов и стимуляция выброса гормона роста напиток перед сном и различные формулы которые еще не знаю естественно бцишки различные реалфуд это я чередуя с бананом ем после тренировки сразу защита печени органов mentality но это я буду употреблять использовать перед хоккейными матчами для концентрации и вот давно мечтал попробовать яичный протеин кристаллизованный чистейший вообще отличная штука один из лучших источников белка вообще в принципе такие вот штуки много видите не знаю насколько мне хватит самому интересно потом как-нибудь расскажу вам почему я взял рич пиановская и как грамотно вообще сочетать какие продукты с чем что можно пить что нельзя